Украина Я думаю, он просто хочет нас угнетать до последнего и ломать нашу экономику, обваливать нам гривну. Ну и так далее. Краха нашего. Он просто хочет ее забрать, как я так думаю. Путин от Украины хочет, чтобы она была серой зоной, буфером между Россией и Западом. И этого он активно добивается, пытаясь впихнуть это самое ордло в Украину. Получается, у него это пока с трудом, но дальше посмотрим. Я считаю, что у него есть безумная его идея восстановить СНГ, поэтому он на эти земли претендует в любом случае. То, что у него в голове, это однозначно есть. Мое мнение, это нездоровая тенденция, потому что люди хотят жить отдельно и суверенным государством. Я считаю, что он хочет полностью ее захватить, воссоздать Советский Союз. Это его давняя мечта. Он сказал, что распад Советского Союза – это наибольшая катастрофа XX века. Поэтому я думаю, что он не остановится. Но, может, западные страны его остановят. Как учит нас история и наука? Наверное, в худшем случае асимметрично, а в лучшем асимметрично, так скажем. Чтобы не повадно было делать то, что делает Россия. Сила действия должна равна быть силе противодействия. Аналогично. Украина должна быть примерно так, как Швейцария. То есть это тот путь, которым она должна идти. И это единственный путь, наверное, который позволит нам остаться самостоятельным государством. Жестко, потому что она должна оставать свои территории, свою суверенность. Поэтому здесь нужно, понятное дело, брать в масштабе разницу России, Украины. Украина усиливается, но в любом случае надо Украину сделать, чтобы ей помогали. Потому что до этого подписывались не одни меморандумы о защите, о суверенности государства. То есть мы сейчас теряем территорию, я считаю, что такого быть не должно, однозначно. Строить сильную армию и защищать себя. Учитывая меморандум о гарантиях территориальной неприкосновенности, когда Украина отказывалась от своего ядерного оружия, учитывая данный вариант, однозначно не в полной мере, потому что по логике, если мы отказались от оружия и на нас напали, то стороны гаранты обязаны оказывать военную помощь не просто оружием, а вообще лично своими войсками. Потому что иначе это такой плохой прецедент для всех остальных, что разоржаться в принципе не стоит, потому что отказ от ядерного оружия не гарантирует ни безопасности, ни выполнения каких-либо гарантий, которые будут обещать стрекороба и золотые горы. Но, скажем так, та помощь, которая оказывается в данный момент хотя бы оружием, она уже, скажем так, я думаю, здорово остужает пыл и, скажем так, грозит России в случае полномасштабной агрессии, ну, скажем так, неприемлемыми потерями военными. Ну, недостаточно в силу того, что, к примеру, Германия, будучи совковой страной, отказала нам. Так что недостаточно. А что еще? Ну, летальное оружие, конечно же. Ну, могли бы, конечно, и получше, но это тоже хотя бы что-то. А получше что именно? Ну, как-то у нас же страна как бы, ну, маленькая, можно было бы какие-то больше оружия там давать, ну, не знаю. На настоящий момент, может быть, даже если военная помощь, может быть даже чрезмерная. Поскольку чисто с военной точки зрения, Путин вряд ли будет нападать. Просто даже чисто по расчетам военным. То есть количество сил, их расположение. То есть эта помощь сейчас, она больше демонстративная. Ну, и, наверное, даже немножко избыточная. Мы благодарны за эту помощь, которую мы получаем. Я считаю, что в достаточной мере да, но, тем не менее, ну, мне кажется, на мировом уровне, ну, как-то по-другому бы могли бы решать эти все, и быстрее дипломатически это все разрешалось бы. Ну, в принципе, 50 на 50. Помощь есть в том плане, что там оружие поставляют, да, как бы это уже какой-то плюс, да, однозначно. Вот, но, тем не менее, хотелось бы больше. Чтоб, ну, народ не боялся ничего, как бы все было мирно и спокойно. Редактор субтитров А.Семкин